Здравствуйте дорогие друзья! С вами снова Усадьба для души. Мы продолжаем наши рассказы о калине. Мы сегодня решили вас познакомить с лучшими сортами калины. Это очень важно. Если у вас уже калина есть на участке, ну в общем-то может быть вам это будет неинтересно. А тем, кто только начинает закладывать сад и думает, какую же калину приобрести, эта информация будет очень интересна. И первое, о чем мы с вами поговорим, это одна из самых красивых калин, которые надо завести в каждом дворе, это калина Бульденеш. Калина Бульденеш это явление, конечно, когда она цветет, явление феерическое. Но чаще всего ее в народе называют снежный шар. Соцветия этой калины при цветении смыкаются в шаровидные, вот такие вот, буквальным размером соцветия. И это зрелище необыкновенное. Полутени Бульденеш цветет в течение месяца. И чаще всего ее очень удобно декорировать на дворной постройке. Ну какие-нибудь там сарайчики, уличные санузлы и прочее. То, что хочется прикрыть, попробуйте посадить калину Бульденеш. У нее, помимо ее красоты, можно сказать, и листья. Вот она более ничем на калину не похожа. Но тем не менее, обратите внимание, вот если вы хотите размножить калину Бульденеш, вы должны точно знать, что ее цветы бесполые. То есть вот эта ее красота, она семян не завязывает. Любой другой сорт калины вы можете размножить семенами, но с калиной Бульденеш такая история невозможна, поскольку эта калина семян не завязывает. Как говорится, все в красоту пошло. Но тем не менее, ее обязательно иметь надо на участке. Если вы ее хотите размножить, вам придется это делать перекровневыми черенками, но об этом мы поговорим чуть-чуть. Прежде чем завести калину в саду, вы должны знать ее некоторые особенности. Дело в том, что калина это строгий перекрестник. То есть для того, чтобы завязались ягоды на калине, вам необходимо иметь рядом дерево другого сорта или даже другого вида калины. Вот поэтому мы не случайно говорим о разных сортах. Это очень важно, потому что если рядом не будет находиться соответствующая пара для калины, то она будет чудесно цвести, но ягод не завяжет. Обычно в садах, в нашей полосе, мы напоминаем, что мы живем в Харькове, в общем-то выращивают калину обыкновенную. Но селекция на месте не стоит. То есть немножечко даже стоит оговориться в том, что калина обыкновенная, то есть дикорастущая. Такую калину можно увидеть и в диком виде вдоль поймы прудов, речек. А селекция на месте не стоит, и, соответственно, возникают новые сорта. О них мы говорим чуть попозднее, но прежде всего запомните раз и навсегда. Если вы сажаете калину, вы должны рядом посадить еще несколько видов или сортов. Это очень важно, иначе урожая вы не увидите. На что была направлена селекционная работа при создании сортовых калин? Но прежде всего надо было побороться с горечью, при этом сохранить все свойства лечебные растения. Поэтому, естественно, что в основном предпочитаются сорта те, которые имеют крупные сладкие ягоды, не очень горчат, и которые, в принципе, можно считать даже десертными. Но украинская селекция предлагает два сорта таких калин. Одна из них называется Мрия, вторая называется Селечинская 2. Обе из них имеют красно-оранжевые ягоды, сочные, вкусные, великолепные. Так что, пожалуйста, спрашивайте в питомниках, когда будете выбирать калину, поинтересуйтесь. Эти два сорта очень перспективны. И более того, кроме того, что они сладкие и прочее, они по-прежнему сохраняют все свойства дикорастущей калины, то есть являются лечебными. Селекционеры утверждают, что даже сахаров больше в такой ягоде и гликозида больше. Но, поверим им на слово, кто же откажется от хорошего и сладкой калины, да еще и лечит. Кроме того, опытным путем при проверке этих двух сортов выяснилось, что сахаров у них в 2-3 раза больше, чем у малины. Поэтому можно смело сказать, что наша калина слаще, чем малина. Итак, напоминаем, два прекрасных сорта. Мрия и Селечинская 2. Возьмите себе на заметку. Те, кто думает, что калина растет только в Украине, то я вас могу уверить, что калина это растение, которое охватило почти весь мир. Сорта калины разнообразные. Мы будем говорить о каждом в отдельности. Единственное, для начала можем сказать, что калина не только бывает с красными ягодами. Помните, я говорила, что жимолость является ближайшей родственницей калины. Соответственно, у жимолости все знают прекрасные темно-синие и почти черные ягоды. Соответственно, есть сорта и калины с черными ягодами. Прежде чем мы о них будем разговаривать, начнем с калины гордовина. Это очень прекрасный кустарник, особенно в ландшафтном дизайне. Куст великолепный по своей красоте, имеет черные ягоды, прекрасен в посадках на фоне дубов или лип, если у вас, например, участок находится в непосредственной близости от леса. Его нужно использовать на участке. Единственное, о чем мы можем поговорить с вами, о том, что ее черные ягодки не являются ни деликатесными, ни нужными в хозяйстве, потому что они ядовитые. И вы должны об этом знать. Единственный сорт калины, который имеет ядовитые ягоды, это калина гордовина. Кроме того, я могу заметить, что черноплодные сорта калины в нашей полосе – это экзотика. Ну вот о гордовине мы же с вами только что поговорили. Ее можно использовать в посадках, но ягоды категорически, особенно там, где у вас есть, на даче, на усадьбе есть дети, желательно удалить сразу после цветения все соцветия, потому что ягоды опасны для здоровья детей. Кроме того, черноплодные сорта для нас экзотичны, будем говорить так. Они встречаются там, где теплее, они не зимостойки в нашей полосе, поэтому мы можем только о них поговорить в виде ознакомлений. Какие еще сорта калины дают черные плоды? Ну, прежде всего, калина бурятская, кто будет бурять, ее увидит. Есть китайские сорта калины, вот, с, можно сказать, таким вот прошитым листом, он, лист очень красивый, такой, как будто его прострочили. Вот, но, к сожалению, эти сорта калины у нас не растут. И у них еще очень интересные цветы. Если калина цветет у нас белым цветом, то эти сорта имеют розоватый оттенок соцветия. Это интересно, но для общего ознакомления к калине мы не могли не рассказать об этих сортах. А теперь перейдем к тем сортам, которые можно наблюдать в природе в России. В Сибири очень распространена калина саржента. Она очень похожа на декорастущие сорта, только соцветия, сами кусты их, листья гораздо больше в размере. И это представляет собой феерическое зрелище. Поэтому, в принципе, в Украине эти сорта прекрасно себя будут чувствовать. Так что, можете заводить, если найдете где-нибудь петонники калину саржента, очень рекомендуем ее сажать. Проблем с ней никаких не будет. Растение зимостойкое, с очень красивыми красно-оранжевыми ягодами. Очень рекомендуем для посадок в нашей полосе. На Сахалине, в Курильских островах Кореи и Японии распространена калина райта. И калина трехполосная, которая имеет более светлые листья, и могут прекрасно тоже быть рассажены в наших садах. Обратите внимание, калина райта и калина трехполосная. Чем еще интересна калина трехполосная? Вы знаете, что на калине частенько бывают всякие листогрызущие насекомые, которые портят внешние листка. Тля очень полюбляет калину. Поэтому, обратите внимание, калина трехполосная защищает себя своими внутренними ресурсами, и листогрызущие насекомые на нее практически не нападают. Так что, эти очень перспективные сорта. Я намекаю и напоминаю, что они дикорастущие, но от этого красоты и ценности в вашем саду они не теряют. Мы с вами говорили, что бывают сорта калины с красными ягодами, оранжевыми, черными. И есть еще очень редкий вид, сорт, выведенный искусственно. Это калина с желтыми ягодами. Она была получена от скрещивания с дикой калиной и является одной из самых редкостных. Так что, если вы любите экзотики, таких редкостных сортов, поищите калину с желтыми плодами. Она имеет свое только технологическое название, известное цветоводом. Поэтому, в общем и целом, мы его вам предъявить не можем, как она называется. Спрашивайте просто в питомниках. Может, где-то и найдете очень вкусную, сладкую, почти без горечи, калину с желтыми плодами. Очень рекомендую. Мы хотим вам ознакомить с лучшими сортами калины, которые вам будут интересны. Первый сорт. Это калина желобовская. Ягода у нее относительно крупная, до 6 грамм. Одно растение урожая дает до 5 килограмм. Правда, в этом сорте присутствует легкая горечь. Но мы же с вами говорили, что горечь нашей калине не помеха. Обратите на это внимание. Очень хороший морозостойкий сорт, не доставляющий никаких хлопот садоводам. И что еще интересно. Мы же говорили, что калине нужно перекрестное пыление. Так вот, селекционеры добились, что калина вот этого сорта может иметь легкую самоопыляемость. То есть, вы без урожая не останетесь в любом случае. Обратите внимание, мы с вами говорили о сорте желобовская. Следующий сорт, о котором мы с вами поговорим, это калина зорница. Одна из самых лучших. Ягода ее достигает 10 грамм. Урожайность куста может достигать 10 килограмм. То есть, очень перспективный сорт. Но в чем ее особенность, обратите внимание. Этот сорт ягод не завязывает без опылителя. То есть, если рядом не находится калина другого сорта, соответственно, урожай вы не получите. То есть, когда садите зорницу, садите еще какой-нибудь сорт рядом калины. Хотя бы декорство. Мы с вами только что говорили о зорнице. И еще очень интересный сорт. Называется соузга. Оба вот этих сорта очень устойчивы к вредителям. Фактически на них не нападает ни тля, ни всякие листовертки, листогрызки. Поэтому обратите, пожалуйста, на это внимание. Один из самых тоже интересных сортов соузга, о чем мы можем поговорить отдельно о нем. До 7 грамм ягода. 12 килограмм урожайность с куста. Но точно так же, как и зорница, это бесплодный сорт, если рядом не находится никакого другого вида калины. Обратите внимание, пожалуйста. Очень интересный сорт калины, таежные рубины. Сорт, опять же, без опылителя расти не будет. Но в чем его прелесть? Ягодки, конечно, очень мелкие, до 5 грамм. Зато урожайность 12 килограмм с куста. И он устойчив к вредителям. Более того, его ягоды можно считать деликатесными, потому что в них практически нет горечи. Обратите внимание, если вы хотите завести себе таежные рубины, сажайте рядом хотя бы дикорастущую калину и наслаждайтесь вкусными десертными ягодами. Следующий интересный сорт, о котором надо поговорить, это сорт ульгень. Это ягода, получаемая с этого сорта, универсального назначения. Он также бесплоден, не имея рядом перекрестного опылителя. Но зато у него очень вкусные ягоды, сладкие, до 7 грамм весом. 12 килограмм вы получите плодов с этого куста при хорошем уходе. Морозостойчив. И более того, это один из самых высокорослых видов калины. Поэтому, если вам необходимо где-то под крупными деревьями устроить подсадку кустарников, чтобы скрыть открытые стволы, вот обратите внимание, сорт ульгень очень вам поможет. И последний сорт, о котором стоит поговорить, это калина шукшинская. Чем она отличается? Она морозостойкая, она устойчивая к вредителям. Ее ягоды можно считать десертными на вкус, потому что у них очень легкая горечь, практически незаметная. Ягоды довольно крупные, 8 грамм каждая ягода. Урожайность куста 12 килограмм с одного куста. То есть, один из самых лучших сортов. Морозостойкий, как мы говорили. Один из самых высоких, поэтому его можно использовать в озеленении, то есть, прикрывать какие-то надборные постройки и прочее. Обратите внимание на те сорта, о которых мы с вами говорили. Это очень перспективные сорта, очень интересные. Их надо обязательно заводить на каждом участке, потому что мы обязательно должны не только любоваться красотой калины, но и получать от нее лекарственное сырье. И вот эти сорта помогут вам полюбить калину. Будь успешны, сажайте на здоровье и лечитесь с удовольствием. С вами была Елена.